Прохор должен был встретиться с отцом 9 мая, но журналист скончался в этот день. Прохор Доренко рассказал, что в последний раз он встречался с отцом в январе. После долгой заграничной стажировки сын договорился увидеться с Сергеем Доренко 9 мая. Однако Прохор так и не успел пообщаться с папой до трагичной гибели. Сын главного редактора «Радия» говорит Москва оказался 12 мая на прощание, которое было назначено на Троекуровском кладбище. Прохор не знал, что полиция отказалась выдавать тело Сергея Доренко за несколько часов до начала похорон. Сын знаменитого журналиста не знает, из-за чего отменили процессию, сообщает канал 360. Ранее портал телепрограммы. Про выяснил, что тело покойного редактора говорит Москва не выдали из-за решения о новой судебно-медицинской экспертизе. Дочери от предыдущего брака заявили, что Сергея Доренко могли отравить из-за наследства. Проверка длится три недели, но специалисты постараются обнародовать результаты значительно раньше. Больше по теме прощания с Сергеем Доренко на Троекуровском кладбище 12 мая не состоится. Полиция запретила выдавать тело вдове журналиста. Напомним, Сергей Доренко погиб 9 мая, возвращаясь из Переславля-Залесского. После посиделок с друзьями журналист сел на мотоцикл и во время езды потерял сознание. Радиостанция, говорит Москва, считает, что редактор скончался от разрыва аорты. Звезды скорбят после смерти Доренко. Станислав Садальский переживает смерть близкого друга. Актеру приходится тяжело, до объявления о гибели журналиста также ушла из жизни актриса Ирина Цейвина. Садальский разделяет мнение дочерей Доренко, что смерть могла наступить в результате отравления. Редактор субтитров А.Семкин